Массовых сокращений работников лесной отрасли края из-за ограничений по вырубке леса не будет, так утверждает министр природных ресурсов и экологии края Владимир Попридухин. Напомним, в конце прошлого года в лесной отрасли разгорелся скандал. На фоне разоблачения СМИ о незаконных рубках, в том числе в алтайских ленточных барах, министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин решил повысить возраст рубок. Против этого выступили работники лесной отрасли, заявив, что это сократит объемы заготовок и лишит работы сотни жителей края. Сегодня в лесных хозяйствах на обработке трудится около 8 тысяч человек. Министр экологии края Владимир Попридухин заверил, власть сделает все для того, чтобы падение объемов не привело к сокращению рабочих мест. Ситуация отслеживается нам абсолютно небезразлично, тем более я сказал, что наша задача сегодня смотреть и за индексом производства, поскольку это один из основных направлений наполнения сегодня и нашего регионального бюджета как такового, благополучия тех семей, члены которых работают сегодня на наших подразделениях в предприятиях лесной отрасли. Министр отметил, что ситуацию может спасти внедрение технологии глубокой переработки древесины, когда в дело идет все до последней ветки. Образцом такого производства должен стать комбинат, который скоро откроется в Павловске. По словам Владимира Попридухина, ситуацию с рубками в крае нельзя назвать катастрофической. Алтайлес уже приостановил рубку леса на нескольких участках. Он добавил, что в прошлом году нелегальные заготовки в крае составили 3,5 тысячи кубометров, тогда как в целом по России больше 2 миллионов кубометров.